Преступность снизилась, раскрываемость увеличилась. Главный полицейский города Алексей Петриков отчитываться перед начальством начал с положительных результатов за 2013-й. Хоть и большую часть года руководил городским УВД, не он. Алексей Петриков на своем посту сменил, казалось бы, вечного и несгибаемого Александра Разова, неожиданно для многих ушедшего на чиновничий пост в Суздаль. Нынешнее начальство констатировало снижение разбойных нападений, грабежей, убийств, сокращение количества угона автомобилей. А вот с мошенничеством справиться пока не удается. Ввиду чрезмерной доверчивости граждан продолжаются факты перевода денежных средств за так называемое разблокирование банковских карт, освобождение родственников от уголовной ответственности. В результате преступной деятельности в прошедший год мошенникам перечислено более 6 миллионов 900 тысяч рублей граждан. Претензии главный городской полицейский высказал в адрес участковых. Увеличение бытовых преступлений связано, по мнению Петрикова, с их недостаточной профилактической работой. Ну а в целом, как бы, отмечаю положительную тенденцию работы. И личный состав готов к выполнению поставленной задачи. Областное начальство в лице Сергея Губарева с городскими коллегами не согласно в корне. Инспекционная проверка выставила полицейским неудовлетворительную оценку. По словам Губарева, несмотря на вроде бы неплохую статистику, а грехов у владимирских полицейских огромное количество. И касаются они не только оперативной работы и общения с людьми. Есть вопросы и по кадрам, есть вопросы и по тыловому обеспечению. Сейчас сидим в этом зале, и, наверное, кто-то уже замерз, да? И штукатурка падает на голову. Ещё больше и нагоняет областного полицейского предстояло получить во второй части совещания. Но его проводили уже без прессы. А в первой разрядить обстановку попытались отцы города. Преступники были и будут всегда. Андрей Шохин даже примеры столетней давности привёл. У члена окружного суда украли велосипед марки «Дукат». Так его и не нашли, Алексей Петрович. Итоги года сегодня подводили и в областном ГАИ. У госавтоинспекторов, в отличие от коллег по цеху, всё по показателям неплохо. Единственное, увеличилось количество нарушений скоростного режима. Но в наступающем году гонщиков ждёт сюрприз. Уже заканчиваются тесты новой системы видеофиксации. По словам главного ГАИшника Александра Назарова, уйти от зоркого глаза камер не удастся. Если мы видим, что водители, видя комплекс фотофиксации нарушений правил дорожного движения, установленные сонадно, либо мобильные, резко снижают скорость. При реализации данных средств автоматической фиксации этого не будет, потому что, в общем-то, будет измеряться средняя скорость движения. Обмануть антирадаром систему тоже не удастся. На участке в 500 метров устанавливаются две камеры, и через спутник высчитывается средняя скорость на участке. Убедиться в действенности новой системы отлова нарушителей скоростного режима можно будет уже через пару месяцев. Алексей Соков, Александр Бажаров, Шестой канал.